Здравствуйте, это Настя. Не успели поклонники Hurts прийти в себя после Redemption, как группа снова анонсировала очередной сингл, уже четвертый, из альбома Face, называется он Somebody, и в этот раз тоже с официальным видео. Релиз на самом деле очень неожиданный, я предполагаю для всех, потому что мы шли в таком темпе один сингл в месяц, и дальше в сентябре после третьего сингла уже альбом будет, но нет. Теперь русскоговорящим фанатам придется в два раза мощнее стримить The Hell Out of всех четырех песен. Не удивляйтесь, почему я говорю именно о русскоговорящих фанатах, потому что давайте признаемся, мы все отлично знаем, где обитает основная аудитория группы, где хотят кормить порщами и поднимать цены на билеты. Да, Hearth вместе с синглом Somebody объявили и тур, который будет в 2021 году, старт продаж билетов 7 августа уже очень-очень скоро, буквально через неделю, и я боюсь даже представить, сколько нулей добавят в стоимость билета, потому что, например, для Киева, для Украины выбрана площадка Дворец Спорта, плюс мне, как поклоннику камерных таких тусовок и закрытых небольших клубов, остается только вздыхать, ну, шо поделать. Помните, я говорила о своей предыдущей реакции на Redemption, что лично мне нравятся клипы, в которых есть какая-либо сюжетная линия, даже минимальная, и плюс, когда сами музыканты участвуют? Ну, пожалуйста, получите, распишитесь. В случае с Somebody мое внимание как раз захватил видеоряд, а трек, вот первое прослушивание, первый просмотр, он где-то на фоне играл. В момент, когда я смотрела клип, я была под воздействием снотворной таблетки, потому что она еще действовала с прошлой ночи, дрянь такая, и благодаря этому клипу я реально проснулась. Какой же все-таки дикий контраст видеоряда, да и самой песни тоже, например, с той же Redemption. Грязный, нелицеприятный это, если мягко будем выражаться, нелицеприятный Тео в самом первом кадре, потом это ночная прогулка в бреду, с сломанной хореографией, почти в зомби-состоянии. Знаете, это тот самый момент, когда картинка, образ на экране, он является не самым приятным для лицезрения, но ты все равно прикипаешь к экрану. Ну согласитесь, чувак с виду неухоженный, с сальными волосами, с какими-то пятнами на трусах и майке, господи прости, с ломанными этими движениями, его ломают в разные стороны. Вот это движение, там где он руки за спину заводит, мне напомнило птицу, то есть крылья птицы, но раненые, скорее всего, если мы будем учитывать про что песня и весь остальной образ. На ассоциации про птиц натолкнуло само их наличие в клипе, но, к чему я веду, что наблюдать за этим всем интересно, потому что присутствует сюжет, и мы наблюдаем конкретно за развитием сюжетной линии, что же будет дальше, например. Какие у меня возникали еще ассоциации? Во-первых, это Ready to go. Почему? Потому что там переживания, эмоции главного героя, они тоже выражались в движениях, в танце. Здесь танца как такового нет, я думаю, но хореография все равно присутствует, она такая ломаная, непонятная, но отрывками, но она есть, согласитесь. Во-вторых, сервятки к машине меня отсылают к 21 Pilots, у них эта птица изображена на обложке альбома последнего Trench, и ей определяется достаточно много внимания. Она является своеобразным символом. Ну, это, знаете, просто такие интересные наблюдения, мозг связывает те образы, которые я видела у других артистов. Девушка в ванной меня просто убила, ее взгляд такой, типа, йоу, что ты тут делаешь в таком виде? Как будто бы лежать в ванной посреди улицы, это абсолютная норма. Ну, а мужчина что, он убит горем, видимо, что с ним обращались как с говном, судя по тексту и посылу, он так кинул взгляд на эту деваху и пошел дальше, подумал, ну или же дальше своей ванной на улице. Ну и гигантский фламинго в финальной сцене, это апогей всего. Безумный клип, мне очень понравилось. Теперь давайте обратимся к самому треку. Вы меня простите, но после того, что я сейчас скажу, я уже вижу, как вы несетесь просто ставить дизлайки со скоростью света, но ваше дело, дизлайки в любом случае поднимают активность моего канала. Тембр голоса в куплете невероятно похож на тембр голоса Дима Билана. Этот момент слышен отчетливо именно в первом куплете, во втором там больше эмоций добавляется, больше каких-то звуковых фишек, наличие бита, вокальных дорожек. И этот момент не вызывает таких специфических ассоциаций с другими артистами, вот как в первом куплете. Вокал Тео, да, все шикарно, диапазон показан в полной мере его, эмоционально, супер. Трек радиофрендли такой, я бы его сгруппировала, наверное, с Voices, а в другую группу пока что из тех песен, что вышли с альбома, я бы добавила Redemption и Suffer. Но в отличие от Voices, в Somebody очень кочевый припев, очень хорошая аранжировка, много слоев из инструментов, электронных вставок, продакшн, ну вот, на высоте. То есть если в Voices можно было отдельно все выделить и на пальцах пересчитать, что было использовано, то здесь все сливается в богатую, более цельную картину. Слышно, что у этой музыкальной группы есть большой опыт за плечами написания музыки. Звучит очень современно, остается все еще в категории альтернативный поп, то есть вот эта приставочка альтернатива, она никуда не девается в этом треке, но это мое субъективное мнение. Хочется выделить отдельно гитарное соло, просто невероятно вкусные перегруженные гитары. Ну и конечно же в треке огромное количество вариаций на тему голоса, версии разных цифровой обработки, цифровой редакции. Это касается, кстати, не только голоса, но и некоторых других инструментов, потому что иногда было сложно даже угадать, что звучит, например, то ли бас-гитара, то ли гитара, то ли гитара, или это вообще. Все из-за того, что очень сильная обработка, очень сильная оцифровка звука. Если мы, например, возьмем Redemption, ну так, для сравнения, то в Redemption все настоящее, все такое для души. Здесь себя не ограничивали ни в чем. Куплет абсолютно синтепоповый. Хочу обратить ваше внимание еще на то, что размерность песни 3 восьмых, а такие песни, они неуловимо как-то похожи друг на друга. В примере я могу привести для вас If You Sick Emmy от Britney, Britney Spears и Kids от Take That. Вернемся еще немного к гитаре в соляке. Она мне что-то напоминает очень, но я не вспомню ничего конкретного, потому что на самом деле она напоминает все то, что сейчас пишут современные артисты, поп-хип-хоп артисты, которые работают в смешении жанров. Помните, там я говорила, что voices я не слышу, hurts. В этой песне я их слышу. Есть какие-то отдельные приемчики, фишечки, но очень много взято и подстроено под реалии нашего времени, так сказать, чтобы эта песня легко прошла на радио, например. Не хочу забегать наперед, но смотря на то, что нам уже презентовали в виде этих четырех треков, то смею предположить, что в альбоме сможет каждый выбрать что-то для себя, что-то найти. Либо настоящее, вот как Redemption, да, что торкает до глубины души, торкает все струны ваши. Или вот такие кочевые треки типа Somebody. Но это уже другой разговор. Альбом Faith мы будем обсуждать в сентябре после того, как он выйдет. На этом все, спасибо вам, друзья, за просмотр. Я хочу услышать от вас, что вы думаете по поводу нового сингла, по поводу его звучания. Отпишитесь внизу, пожалуйста, все-все ваши мысли. Мне очень интересно читать, только, пожалуйста, я прошу вас, никто никого не оскорбляет в комментариях. Ни меня, ни мое мнение, ни мнение других ребят, которые будут комментировать у меня под видео. Это очень важно. Музыка это очень субъективная такая штука. Нравится, не нравится, вкусовщина. Я могу судить, и мы можем все судить, только, ну, точно можем сказать, если эта вещь сделана там профессионально, непрофессионально. Какой у нее продакшн, мастеринг и так далее. Это показывает профессиональные возможности людей, а мелодия и все остальное, друзья, абсолютная вкусовщина. Так что, да, жду ваших комментариев, пожалуйста, подпишитесь, если еще не подписаны, поставьте лайк, если вам понравилось это видео, поставьте дизлайк, если желаете меня заговнить. Лучше так сделайте, не в комментариях, пожалуйста. Увидимся в следующем видео, всем пока.